Ажурный шарф крючком из махера на мамочкином канале. Добро пожаловать! Связать ажурный шарфик дело не очень простое, но если взять достаточно простой узор и связать его из махера тонкого, то получается ажурное красивое нежное полотно. В данном случае полотно в цветочек. Очень красиво. Причем основной узор я показывала в одном из предыдущих уроков, и это было плотное полотно. Теплое плотное полотно. Ссылочку на видео урок я оставляю на экране. А сейчас в этом уроке мы будем рассматривать три варианта вязания от этого полотна из махера. Получается три разных полотна, которые прекрасно подойдут к шарфику. Вот первое полотно. Оно самое объемное, самое толстенькое. Ниточку мы взяли совсем тоненькую и крючок достаточно большой. Крючок 2,75, ниточка примерно 800 метров в 100 граммах. Вот такой ширины на 5 вытянутых петелек я свяжу образец. Узор еще раз скажу, что вы, кто не умеет вязать, учитесь по ссылочке, которую я оставила ранее на экране. Сейчас остановимся только на тонкостях вязания из махера. Петельку вытягиваем примерно на сантиметра два. И аккуратно вытягиваем остальные петельки. В данном варианте мы делаем все точно так же, как у меня в видео уроке вязания этого узора. То есть мы вытягиваем, делаем три накида и вытягиваем три петельки. Первую вытянули, накид, вторую вытянули, накид, третью вытянули. Здесь мы вяжем уже первый пучок из трех пышных столбиков с одной вершиной. Вяжем третий пышный столбик из чередования накида и вытянутой петли три раза. Провязываем. Тонкости вязания из махера заключаются только в том, что петельку мы должны вытянуть побольше, начальную и все остальные выравнивать по ней. И придерживать все ниточки на крючке, потому что махер очень тонкий и легкий. И стянуться ниточка может довольно просто. Шарфик свяжется очень быстро и пряжи на него уйдет немного. То есть очень экономичный узор получается. Второй вариант. Вот, немножечко понежнее. Он похож на первый, но полотно немножечко потоньше и дырочки побольше. Более ажурное полотно. Опять же, все делаем точно так же, как в первом видео уроке. Разница лишь в том, что мы вытягиваем только две петли и делаем только два накида. То есть первая наборная цепочка у нас вот такая. Вытягиваем петельку, делаем накид, вытягиваем, накид, вытягиваем. Теперь провязываем, как обычно для этого узора, одна воздушная. И так все, всю цепочку. Ряжем первый ряд. Пучок из трех столбиков с одной вершиной провязывается вот таким образом. То есть в каждую петельку, в каждую дырочку мы провязываем вот такой пышный столбик. Накид, вытягиваем нить, накид, вытягиваем нить. Остальное все точно так же, как и в видео уроке по вязанию этого узора. Только более тоненькие пышные столбики. И третий вариант. Мне он нравится больше всех. Вот какое нежное ажурное полотно получается, как паутинка. Провязываем просто еще проще и еще быстрее. То есть всего делаем один накид и вытягиваем всего лишь одну петельку. Дальше все согласно видео уроку по вязанию узора. Сделали накид, вытянули петельку и сразу провязали. Одна воздушная. Вытянули петельку, накид, вытянули, провязали. Это для первой цепочки у нас так вяжется. Теперь делаем пучок. Петелька вытянута у нас. Накид, вытягиваем. Накид, сразу в следующую петельку вытягиваем. Накид, сразу в следующую петельку вытягиваем. Здесь еще лучше надо придерживать все ниточки, иначе они стянутся. Потому что махер очень легкий и воздушный. Каждый следующий пучок так и провязываем. Накид, вкалываем, вытягиваем. Накид, вкалываем уже в другую петельку, вытягиваем. И провязываем весь пучок. На этом видеоуроке я не останавливаюсь на подробном провязывании узора. Ссылка на него в начале видео есть. А просто показываю, как связать три варианта из махера. Выберите свой. Можете в комментариях написать, какой вам больше всего понравился. Если вы связали шарфик, напишите о своем опыте. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока.